10 января под председательством президента Азербайджанской Республики Лихама Алиева состоял заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития за 2014 год и предстоящим в 2015 году задачам. Президент Ильям Алиев отметил, что несмотря на ряд процессов, произошедших в минувшем году в мире и регионе, Азербайджан сохранил высокие темпы развития. Наш народ жил в 2014 году в условиях безопасности, подчеркнул, что в нашей стране, идущей по пути независимости и развития международом и властью, есть прочное единство. Констатировав успешное развитие экономики страны в течение прошлого года, рост нашей экономики на 3%, а нефтяного сектора на 7%, несмотря на снижение в конце года цен на нефть, президент Ильям Алиев сказал, что в 2014 году инфляция составила 1,4%, а денежные доходы населению увеличились на 4,8%. Президент отметил, что за этот период в экономику страны были вложены инвестиции в размере 27 миллиардов долларов, из которых 16 миллиардов долларов составляют внутренние инвестиции. Курс моната стабилен, а наши валютные ресурсы увеличились и превысили 50 миллиардов долларов. Подчеркнув, что в 2014 году в стране было создано более 30 промышленных предприятий, открыто много новых рабочих мест, президент Ильям Алиев констатировал также реализацию ряда гигантских проектов. Запуск на орбиту второго спутника, наблюдающего за поверхностью Земли в Азербайджане. Отметив повышение внимания к развитию социальной сферы благодаря возможностям, предоставленным продуманной политикой, глава государства подчеркнул, что в 2014 году были построены и сданы более 60 медицинских центров, свыше 50 школ, что население страны возросло на 116 тысяч человек, что успешно функционирует Асанхинмед. Со дня создания в эту структуру поступило 3 миллиона 500 тысяч обращений. Президент Ильям Алиев сказал, что успешными в минувшем году были также международные связи Азербайджана, что наша страна проводила активную внешнюю политику в двустороннем и многостороннем формате. Отметив, что Азербайджан пользуется большим уважением в мире, глава государства подчеркнул, что наша страна является важным фактором также в решении региональных вопросов. Заявив, что Азербайджан и дальше будет активно сотрудничать с международными организациями, президент Ильям Алиев сказал, что попытки подорвать положительный имидж нашей страны, а чернись Азербайджан в международном масштабе напрасны, никому не удастся говорить с нашей страной на языке ультиматума. Президент Ильям Алиев, коснувшись в своем выступлении армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, с ожелением отметил, что Армения и в 2014 году отдавала предпочтение тактике имитации и не предпринимала ни одного конструктивного шага по урегулированию конфликта. Отметив, что в минувшем году Армения несколько раз прибегала к открытым провокациям, глава государства заявил, что наша армия успешно предотвратила эти попытки, что враг понес большие потери. Затем министр экономики и промышленности Шагин Мустафаев, заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, председатель Центрального банка Эльман Рустамов, доложили о социально-экономических итогах, достигнутых в 2014 году и предстоящих задачах. Президент Ильям Алиев, отметив в своем заключительном выступлении, что процессы, наблюдавшиеся в 2014 году, свидетельствуют о том, что нынешний год будет крайне тяжелым для мировой экономики, в связи с падением цен на нефть охарактеризовал 2015 год как период испытаний для стран, богатых природными ресурсами. Подчеркнув, что продуманная экономическая политика, процесс диверсификации, единство международным и властью гарантирует, что и нынешний год будет для нашего народа успешным, президент Ильям Алиев коснулся значения сохранения в 2015 году в Центре внимания развития ненефтяного сектора. Было отмечено, что следует продолжать выдачу льготных кредитов предпринимателям, совершенствовать принципы управления в каждой государственной структуре, предотвращать факторы расточительства. Подчеркнув, что будет продолжаться реализация необходимых для стран и проектов, отличающихся экономическим и социальным значением, глава государства изложил свое мнение в связи с исполнением поручений, связанных с созданием в каждом районе промышленных центров, строительством в 2015 году крупного металлургического комплекса, направлением государственных инвестиций на устойчивое развитие, решением экологических вопросов, продолжением реализации транспортных проектов. Отметив завершение строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализацию успешных проектов также в области воздушного транспорта и судоходства, президент Ильям Алиев назвал закладку в минувшем году фундамента Южно-Газового коридора историческим событием. Он отметил, что реализация Южно-Газового коридора, являющегося проектом 21 века, станет важным этапом в развитии нашей страны. Глава государства подчеркнул, что подготовка к предстоящему Баку через несколько месяцев первыми европейскими играми идет на высоком уровне. Отметил активную работу Организационного комитета. Подчеркнув, что стандарты европейских игр будут установлены в Баку, президент Ильям Алиев сказал, что это является не просто спортивным мероприятием, а хорошей возможностью для ознакомления спортсменов и гостей с нашей страной, происходящими здесь процессами развития.